Рассказать нужно больше о проблемах, чем рассказывать, какая у кого хорошая продукция. Преимущество у фермерской птицы произведено полупромышленным способом. Не будем скрывать, что дом во дворе, которая ходит, собирает жучков и приводит зерно, она не принесет никакой недостатка в доме. Все равно, так или иначе, технологии используются. В чем преимущество фермерской продукции? Потому что мы не участвуем в той гонке, в которой участвуют большие предприятия. Мы производим ту, лично я и мои коллеги, что вырастить нужно курицу не ту, которая принесет тебе максимум прибыли, а ту, которая понравится покупателю. Именно в этом берем вот этого всего фермерского, так скажем, выращивания. Наша продукция стоит на рынках и в торговых палатках, все это видите, она стоит дороже тоже. Тряс, поле, агрокомплексы. Но люди ее берут, потому что она выращена, она переработана, как бы люди попробовали, что такое вкус, они узнали, что такое созревшее мясо, когда птица как бы выработала свой полностью генетический потенциал, она выросла, созрела и стала настоящей птицей. А не той курица, которая дала максимальную прибыль хозяину и умерла в этот момент. Нет, ну нет, это действительно так. Как горбуши, да, заходите, у нас органили, кто там красный. Сережа, у меня хороший знакомый и главный технолог Прираспория, такой крупнейший комплекс. Вы с ним разговаривали, ты сколько выращиваешь? У меня, я говорю, убиваю птицу 37 дней. Почему так? Потому что если я начну убивать его в 38, пойдет рентабельность. А если я начну убивать в 39, я останусь без работы. Все. Потому что разговаривать с ним никто не будет, он нацелен на максимальную экономическую эффективность. Нас в виде того, что мы мелкие производители, мы ориентированы именно на, скажем даже, индивидуального покупателя. Мы своих покупателей знаем. И те точки, откуда я поставляю свой продукт, люди ходят уже реально по нескольку лет, это уже, можно сказать, сложившиеся отношения. Ну, как бы это, отдых валетный закончили, да? По проблемам, вот как вы говорите, что нужно реализовывать, нужно создавать кооперативные магазины. Ну, поскольку с вами не согласится, мне как бы, ну, наверное, в отличие от многих есть такой интересный опыт, я два года работал с нашей легендарной сетью Бахтист, которую никто не может пройти. Ну, скажем, попал я туда по стечению обстоятельств просто. Ну, так сложилось, я туда прошел, зашел в свою продукцию. Продукция, ну, как назвалось, фермерности артистов. Начинали там с мисленных объемов, заходил, в принципе, на общих условиях, на общих основаниях. Как бы, правда, прогнали через все ступени вхождение в сеть. Начинать от того, что возили по 10 килограмм в каждом гипермаркете отдельно. Отдельно была машина, водитель в халате, совпишка на водителя, совпишка на машину, в общем, все. Я не скажу, что издевались. В принципе, потом это как бы дало положительный эффект. За буквально за 4 месяца мы вышли, в принципе, на вполне рентабельную работу. Но уже, как бы, они, скажем, у нас одисциплинировали. Претензи платили, и штрафа платили, ну, опять же, как бы, не из-за качества. Как бы, опять же, именно из нюансов работы с сетями. Ну, нюансы были учтены, какие-то ошибки исправлены, подстроились, наладилась работа. В принципе, в принципе, работать можно. Если кто-то говорит, что фермер не может работать с сетью, неправда. Фермер с сетью может работать, продукт востребован, и нужно это продвигать. Потому что в мире на сегодняшний день 25, ну, даже Европа, Америка, 25% розничной торговли держат в руках сети. Крупные сети. То, что мы начнем разбивать маленькие магазинчики, кооперативные, не кооперативные, да, может быть. Но все равно, человек идет в большой магазин. Вон, потому что приехали, там, в выходной, поехали к семье. Хочется поехать туда, где ты купишь все в одном месте. Не хочешь бегать в один магазин, в вторую палатку, в третью палатку. Пришел с картиной набил. Сейчас, вот, как бы, ну, опять же, из моего опыта сейчас мы занимаемся. И, 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 и думал, что она пойдет... А, ну, сколько-то, сколько-то работа закончилась, опять же, таким образом. Появился, знаете, вот, как бы, такая торговая марка «Благояр». Зашли, дали выходную цену. Даже получилось, они через два месяца потеряли, они перестали поставлять эту продукцию. Ну, как бы, они туда дошли. Наша проблема в чем? Потому что фермера не работают с НДС, сети работают с НДС. Ну, у нас, как бы, из-за наших объемов производства, из-за нашей, как бы, структуры, ну, нам работать с НДС нам невыгодно, нелетабельно. Крупным холдингом, для крупных холдингов это, как бы, доступно. Сетям удобнее работать с холдингом. Заставить сети работать с нами, ну, это было бы идеально. Ну, просто на сегодняшний день, опять же, это из личного опыта, не из придумок, не таких. Сейчас, ну, в течение восьми месяцев, работаю с одной, ну, достаточно крупной сеть, центральной России, поставляю. Ну, скажем, в нижнем опыту, отрожу сейчас свое мясо. Вот восемь месяцев мы отработали, ну, там, скажем, висяка, там, лобби, там, так скажем, наш проект, это... Приехать с хозяином владельца сети, он сказал, вот, у нас должна быть фермерская продукция в моих магазинах. Ну, пользуюсь тем, что, как бы, лобби хорошее, как бы, на менеджеров, которые с нами работали, было сверху указано давление и указание, дать зеленую улицу проекту. На сегодняшний день, ну, как бы, у нас это, как бы, статап проекта нашего, просто, как по команде были выделены именно торговые полки супермаркетов. Ну, я вам скажу, что за восемь месяцев прирост продаваемой продукции, ну, продаваемых товаров вырос в четыре раза. И продолжает расти, потому что люди увидели, вот эти выделенные полки. Получается, для того, чтобы продать товар, качество понятно, это, как бы, никто не обсуждает, это нужно. Но нужно заставлять сетевиков, чтобы не мы за ними бегали и ползли. Как мы сюда приехали, сюда, вот он, огромный комплекс, вот они, руководители, вот и все. И стоит один с рацией, ты стой, жди, другой с бейджиком, ты стой, жди. И он, после каждого постановления прождает, тот разрешил туда пойти, этот разрешил сюда пойти. Если какими-то нормативными актами заставить сетевиков идти к нам встречу, заставить на нас смотреть, что мы есть. Потому что придет на Лынчики, Лунов, Петров, Сидоров, Галлицкий, он уже и стучатся, он не заметит, что мы есть. А если завтра поступит какое-то указание, да, должно быть четыре квадратных метра площади в том же, в любом гипермаркете. Ну должна лежать именно продукция, поставленная фермерами. И завтра возьмите такой менеджер на работу, иди, найди, принеси нам яблоки, принеси нам... Подождите, подождите, остановитесь, ребята, вот вы сейчас все лопаем. Вопрос, аж как заставить? Я тоже хочу это сделать. Нас заставляют, а их нельзя заставлять. Я же ничего не говорю, не жалую. Ну, если не говорите, давайте учиться продавать. Так что тракте тех, кто продает. Мы не торгаши. Мы не можем выделить 20% своего бюджета на рекламу своей продукции. У нас вот такое предположение. Но это бизнес. Я не могу выделить 20% на рекламу. Правильно. А перед этим вы сказали следующее. Я не согласен с тем, что эти магазины нужны. И вот теперь сопоставьте в две фразы. Сам себе противоречит. Когда я говорю о магазинах в центре города, в Краснодаре, неважно, которые будут в центре. Это не ваша реклама? Не ваша ли реклама? Это будет представление моего товара. Это и будет реклама. Хорошо. Вы не хотите в магазин кооперативный? Нет. Я не хочу работать в кооперативный магазин. Но опять же, это будет структура, которую нужно создавать. И со всеми вытекающими на последнем. Это будут платить не я. Мога сетвертый платит на ручь. Отличается на половину. Нет. Понятно. В любом есть нюанс. Посмотрите. Вопрос не в том, что... Ключево. Момент. Я познакомился с директором сети. И он дал команду. И только после этого менеджеры со мной начали. И то они тебя заставили ходить в халате и прочее. Вопрос в чем? Я, например, категорически уверен, что пусть это будет не кооперативный. Пусть это, если кому-то слово кооперативный мне нравится, пусть это будет даже часто, может быть, будет более эффективно будет работать. Но должен быть базарком, так называемый, который определяет правила работы этой сети. А в этом базарком нужно стоить раз, два, три, четыре, не я, не коротко. Понимаешь? Это как-то будет правильно управляться. А иначе получается все зависит от каких-то руководителей. Я еще скажу, чтобы для того, чтобы обвязать, там, дорогу и сети, там, подобное, сами прекрасно знаете, половина, не половина, а все сети федерального. Управление. Мы с тобой будем делать федеральный закон. Ведь у нас, как же можно подождать. Давайте вот примерно, вот, давайте, давайте, знаете, похлопать и гормон покричать с каждой словом. Это я могу сейчас выступить, знаете, вам какую-то вещь сказать. Да, и здесь, вот, по существу, конкретно, что можно сделать, как, вот, знаете, я был на совещании перед тем, как будет у президента. Я могу помощь, ну, говорит, конкретно, что можно, я говорю, мне нужно фермеру дать без того, что нужно сделать. Конкретно, что нужно сделать. Еще раз. Да, вот, как, он просил, какой пункт, поменять, я говорю, статья 12-го. Геро, где говорилось в том, что фермер является спецсубектом, говорит, конкретно, что поменять, что нужно сделать. Я здесь вас спрашиваю, что нужно делать конкретно. Дать доступ к фермерам. Конкретно, как? А почему? Вы, конечно, подрезаем, синий. Стоп. Лавка, продажутся в фермерам. Вы, понимаете, к чему пришли сейчас? Мы говорим о том, что вы, не никогда этим заниматься, конкретно вы читываете эту бумажку. Есть Сергей, есть Лопач. Вы должны, послушав вас, сесть, проработать этот материалчик и понести к Андрею Николаевичу. Или там, он понесет к президенту. Но только вы же еще тоже понимаете, что вы должны прийти к Сергееву, вместе вокруг него объединиться, и ему же должны заплатить. А вы Сергеева не понимаете, как главного в этом плане. Нет, коллеги, вот давайте так, чтобы я нисколько не против, я сам заинтересован, чтобы фермеры были в сети. Но это тот путь, который, знаете, вот так, с шашкой, его не вспомнишь. Мы можем сейчас принять там закон на уровне края, но как придет нам фас или прокуратура скажет, ребята, что делать. Федеральный закон противовыбор, георричный федеральный закон. Давайте надо смотреть реально. Да, я согласен, что законы, как же, тоже люди, и они ошибаются. И так вот, закон не является догмом. Ну, давайте исходить из реальных условий, я себе сказал, нормативную базу, напрямую к реальному. Я сегодня говорю, то, что в нашем руках создать, дать возможность вам прорекламировать свою продукцию через эти магазины, которые будут, которые все-таки, не знаю, я вас буду все равно еще собирать не один раз, чтобы я поняла, я могу себя заявить, а вырослить, а я не хочу нести продукцию. Я буду ковыряться в своем, но практически по чуть-чуть. Я тоже так не буду делать. Я буду делать только в том случае, если вы будете тоже брать на себя ответственность. Без вашей ответственности я ни шага не сделаю, поверьте мне. Если вы говорите о том, что вы хотите продавать, тогда вы должны сделать хорошую продукцию и поставлять. Тогда я должен делать следующие шаги, дать вам возможность ее реализовать. И когда будет совместное движение, только в этом случае получится результат. А если просто говорить о том, что мы, нам дайте все эти, дайте вот это, это тоже надо говорить. Но нужно понимать реальность вещей. Вы должны все эти, вот вы говорите с магнитом, они вас обложат страхными санкциями. Мы дадим закон. Завтра не поставку в том или ином случае, куда, древенитую продукцию, он штраф выкатит, там, миллиона два-три. Что вы будете с этим делать? Работал, платил, раз, два, два, один, потом научился работать, перестал платить, начать получить тренинг. Ну, давайте, я как бы не могу отрицать все это, но для меня, например, заработанные, вернее, сохраненные рубли, это тоже заработанная рубль. Поэтому вот здесь, все распрасываются на штрафы и все остальное, когда мы можем своими руками делать свой продукт и его преподносить, поддержки нашей власти. Вот и все, что тут еще нужно говорить. Да, может быть, это будет не основным вашим источником сбыта, но это будет очень хорошая реклама. Люди ждут качественный товар, он должен, нам нужно дать возможность человеку выбрать. И когда покупатель скажет, что он не идет за молоком в сети, а идет в тот магазин покупать его продукт, его там, чей-то другой удоб. И сети подумают, слушай, все-таки надо немножко где-то пересмотреть, и давайте мы изменим условия, чтобы они к нам зашли. Через здоровую конкуренцию, которую мы должны так двигаться, экономическим путем, административным ресурсом, палки, называемым. Ну, знаете, к чему это придет? Корова даже не творится, когда ибьют палку. Вот и все. Спасибо, Игорь Александрович, и Андрей Николаевич, мне кажется, очень значимое замечание на самом же деле и о КОРе есть, и о Агробровом Союзе есть. Я вот что хотел сказать. В свое время у Яновских губернаторов давал большое интервью одной федеральной газеты и рассказывал о том, как он фермеров местных производителей протиснул в сеть. Он собрал фермеров, собрал их представителей, АКОРли, Агробровом Союзе, кого угодно, и посадил их вместе с торговыми сетями, друг напротив друга. Когда вы ходите один к другому, там, заплатив менеджеру или через блат, лобби или каким-то другим способом, вы действуете как одиночка. А он их собрал всех за единым столом, Андрей Николаевич, может быть, попробовать стоит так сделать, да? И обсудить, что нужно. Может быть, можно вписать фермеров через создаваемые распредцентры или логистические центры, да? Но для этого они должны ухудшить друг друга, и для этого каждый должен понять свою ответственность. Мне кажется, так стоит попробовать. Спасибо. Тимур, я возражу, но о чем говорит Андрей Николаевич, я его 350% поддерживаю. Мы с вами еще вытягаемся с сетями. Мы сегодня с вами говорим о том, о специальной продукции, которая более высокого качества, которая продается в сетях, и она должна быть специализирована в полках или магазинах, и по более высокой цене. И тот, кому она нужна, он к нам придет. А мы должны обеспечить качество стабильно этой продукции и наполняемость постоянно. Потому что мы пробовали через кооперативы это продавать. И как только ты берешь, кого-то зажаврит, все готов, а то через три месяца заканчивается, а то и быстрее. И я согласен еще и с тем, что фальсификатор Андрей Николаевич и в малых форм есть. есть в этих самых. С этим тоже надо очень внимательно к этому проходить. Там должна быть система своей сертификации, которую можно было проверить и так далее. Это то, о чем говорит законодательное собрание. По-моему, у нас даже есть законы специальные по натуральной продукции. Вот по организмской, где-то деньги. Вот к этому надо дальше двояться. Ну, я думаю, что нам опять дальше надо продавать следующий ответ. Да. Пожалуйста, мы с ним уже моментально совсем. Разрешите. Маленький. Василий, можно микрофон уйти? Я без микрофона услышка будет. Пойдемте к трехуле потом, да? Интересное выступление и интересная мысль. Но я не думаю, что она здравая, что нужно заставить, чтобы администрация заставила торговые сети обратиться к продукции фермеров. Никто этого не заставит. Мы работаем в рыночной экономике и живем. Я вам приведу маленький пример. Последние 10 лет в Европе, которую вы назвали, а исключительно в Великобритании, процесс идет обратный. Идет отток покупателей из церковых сетей. И куда они идут? На фермерские рынки, которые сейчас активно развивают Европа, Франция, Германия, Великобритания и в кооперативные магазины. И никто никого не заставляет. Люди делают свой выбор. Ценность. Создайте ценность для покупателя. Спасибо. Спасибо, Алексей Викторович. Спасибо. Вот у нас следующее выступление.